Готовься к своему воскресенью. Человек никак не искупит брата своего. И не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. И не будет того вовек, Чтобы остался кто жить навсегда. И не увидел могилы. ПСАЛТИР Глава 48 Умереть нетрудно. Надо научиться жить, Когда трудно. Святитель Тихон, Патриарх Московский. Увы, увы. Как страшен час смертный. Когда душа разлучается с телом. Тогда будут сопутствовать. Ни отец сыну, ни матерь дочери. Ни жена мужу, ни брат брату. Но только дала каждого. И что он, сделал доброго или худого. Поэтому, пошлем перед собою, дала доброе. Чтобы, когда сами пойдем. Они приняли нас во град святых. Преподобный Ефрем Сирин. Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого, если и силою посадить в рай. Он и там, не найдет покоя. И будет недоволен, и скажет. Почему я не на первом месте? А смиренная душа, исполнена любви. И не ищет первенства. Но всем желает добра. И всем бывает довольна. Преподобный Силуан Афонский. Жертвы ты не желаешь. Я дал бы ей. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу. Дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного. Ты не призришь, Боже. Псалтирь, глава 50. Для чего жить? Какова цель жизни? Многие из нас задают себе этот вопрос. И не находят ответа. Они скучают жизнью. Называют ее бесцельной. Но это от того, что живут только для себя. И не приносят никакой пользы другим. Все, можем и все, должны, жить для блага и счастья других. И тогда жизнь не будет скучной. И бесцельной. Старец Адриан Югский. Не на гнев создал нас Бог. Но для спасения. Чтобы мы, насладившись его благами. Были благодарны и благомыслящи в отношении к благодетелю. Священно-мученик, Петр, Дамаскин. Бояться смерти может только тот, кто не хочет идти ко Христу. Они хотят идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит, что он начнет царствовать со Христом. Священно-мученик, Киприан Карфагенский. Если кто истинно достоин слез, то это те, которые еще боятся и трепещут в смерти. Которые не веруют воскресению. Святитель Иоанн Златоуст. 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 Святитель Иоанн Златоуст.